Новый день, новое закрытие рынка. Во вторник по решению суда за нарушение санитарных норм был закрыт мытный рынок, а сегодня предпринимателям Приокского рынка объявили, что у них осталось три дня. Приокский рынок, единственный на весь район, тоже будет закрыт. Посмотрите, у нас большой коллектив. У нас здесь около сотни людей, которые могут остаться без работы, без средств к существованию. Мы уже даже не считаем наших покупателей. Почему? Потому что если бы знали, сейчас весь район был бы здесь и даже больше того. У всех дети, семьи. В результате того, что хотят закрыть рынок, мы все остаемся без работы. Строится рынок крытый двухэтажный. Строят его давно уже. Когда построят, неизвестно. Если он построится, надо, значит, переносит туда. Так а почему сейчас тогда выгоняют? Не знаю. До этого мы пять лет проработали здесь, ничего не говорили, а теперь замечания делают, убирают нас. Вот на этом рынке вся жизнь прошла. Вот я 27 лет предприниматель, я торговлю свою совершаю именно в Приокском районе. И поэтому нам идти абсолютно некуда. Мы в данной ситуации, как заложники, мы потерпевшие. Сказали, что мы до воскресенья, но это же нереально. У нас до конца месяца заплачена аренда. А товар куда хотим. Вот хоть просто на улицу выходить. Они все борются. Вот у нас на улице за рынком стоят. Без документов, без всего. Вот все там стоят, торгуют. Не платив ни аренды, ничего. Нам предлагают просто выйти точно так же и сделать эту какую-то несанкционированную торговлю. Мы уже во время пандемии пострадали. Каждый предприниматель пострадал. А сейчас нас снова оставляют вот без работы. Собственно говоря, без копейки денег. Набрали кредитов, закупили товар. А теперь куда нам деньги платить? Люди пожилые, вот ходят с колясками. Ну, может быть, подписи собрать, что ли? Чебо-ля-ля-то. Надо собирать подписи, чтобы была бумага, что людям нужен этот рынок. Мы собирали. У нас нет здесь ничего больше, кроме этого рынка. Все. Был на мызе, закрыли. Сейчас здесь и этот клочочек закрывает. В магазин доступа нету, а здесь хотя бы что-то мелочи накупить можно. Мамочки с колясками тоже говорят, куда мы пойдем. Нигде ничего не предусмотрено. Эскалатор на третий этаж. Как, говорит, мы поднимемся? Я от имени всех жителей нашего района. У нас единственный центр, где мы можем, торговый центр, где мы можем прийти, купить, выбрать подешевле. Вы сами знаете, что пенсионеры – люди низкого достатка. И нам очень-очень больно услышать, когда мы услышали. И пожилые, и молодые. Все бегут сюда. Мы очень просим передать, кто там у нас наверху сидит, чтобы оставили людей. Не тревожены. Мы все тревожены. Как сообщили нам в правительстве области, рынка на этом месте не должно быть вообще. Вся торговля здесь незаконна. Дело в том, что еще в 2005 году застройщик взял этот участок земли, чтобы построить торговый центр. Но стройку заморозил, а землю просто сдал в аренду предпринимателям. И за 15 лет торговый центр он так и не построил. И потому договор аренды с этим застройщиком больше не продлевает. То, что касается предпринимателей, они оказались совершенно в крайне такой неудачной ситуации. В части взаимоотношения вот с этим недобросовестным застройщиком. Поскольку мы должны понимать, что предоставляется земля для строительства. Никаких там, естественно, предпринимательской активностей быть не может на данной территории. Вместе с тем она была организована. Мы сейчас будем разбираться, в том числе, возможно, с приключением правоохранительных органов. На каком основании лицо, которое арендует для строительства, для достройки незавершенного строительства своего торгового центра, на каком основании сдает предпринимателям, соответственно, эти места. Кстати, комментарии самого застройщика, из-за которого предприниматели оказались в такой тяжелой ситуации, нам получить сегодня не удалось.